господа всем привет с вами снова александр и сегодня я продолжу обзор на линейку кресел advanced fx от компании brittex römer и сегодня непосредственно мы разберем модельку и мой сайт это не самая старшая моделька в линейке advanced fx вот но это не значит что она плохая вообще любой advanced fx это одно из лучших кресел в категории 1 2 3 на рынке вот это вот запомним вот а дальше уже по своему карману как бы выбираем что-то убавилось что-то прибавилось поэтому сегодня мы с вами разберем именно м айсайз по безопасности скажу здесь с этим все очень очень хорошо даже тот факт что это новый стандарт айсайз это тот стандарт который сильно поднял планку требований безопасной перевозки детей в автомобиле и если это стандартно кресле есть стандарт то ему смело можно доверять ребенка действительно все с этим здесь хорошо это бриток сариумер это чистокровные немцы они по большому счету на рынке сейчас не восхваляю ничего но вообще модельном ряду вот в два-три группе в первой категории эти креслом от этого бренда можно считать эталонами все обычно вот как-то пытается с ними сравнить поэтому она в любом случае во всех отношениях сделано очень классно в общем давайте разбирать более подробно что такое категория 1 2 3 это с 9 месяцев не с 9 килограмм 9 месяцев раньше нельзя возить ребенка лицом вперед поэтому 9 месяцев и старше и до 12 лет она полностью покрывает весь диапазон с 9 месяцев уже до победного конца пока кресло вообще вам будет нужно ребенку вот пока ребенок маленький здесь для этого чтобы пристегивать ребеночка маленького здесь пятиточечные ремни пристегиваем ими и как только ребенок достигает роста в 100 сантиметров ремни отсюда демонтируются и вход уже идет обычный взрослый ремень она так скажем превращается эта моделька в группу 23 и для этого в кресле на в подголовнике есть полноценно нормальный направляющий как категории 23 в нем проводим ремень сразу разберем как сажать и крепить ребеночка а потом и кресло посмотрим вот собственно здесь проводим обязательно вот так вот имейте ввиду регулировка подголовника что вам было понятно как правильно урегулировать вот расстояние от плеча до подголовника должно быть не больше двух пальцев не меньше одного вот поэтому вот этот диапазон соблюдайте потому что если вы поднимите выше ремень сдвинется горду ребенка это очень опасно поэтому за этим следим внимательно так в общем как пристегнуть ребеночка все очень просто подрос этот ремень пока маленький пятиточечный все здесь как бы никаких вопросов нет что касается ткани и посадки вот комфорта ребенка давайте разберем здесь классическая ремеровская ткань она в большинстве моделей используется именно такая ну классическая не значит плохая у них ткани хорошие она достаточно приятная тактильная она очень износостойкая я видел кучу кресел который может нам по 6-7 лет и они выглядят если их не убивать конечно не кушать них супчики то скрестно все хорошо товарный вид имеет и не затирается особо вот зацепок вот это здесь не наблюдается что касается подголовника здесь ткань всегда используется понежнее не такая прочная как здесь но здесь лицо ребенка здесь должно быть тактильно приятно гладенько чтобы ребенку от личика его как бы не царапать ничего такого поэтому здесь ткань поприятнее ощутимо вот кстати на ремнях на обратной стороне используется специальный материал чтобы ребенок когда ну не дай бог происходит дтп вот эта часть она придерживает дополнительно ребенка чтобы он не проскальзывал и не травмировался от самого ремня это тоже очень полезная вещь такое в простых дешевых креслах вы вряд ли найдете или совсем какое-то одно название здесь нормальный рабочий вариант вот по ткани мы разобрали здесь в принципе все окей по комфорту в дальняя поездка например здесь есть очень не дурной повторюсь очень неплохой угол наклона вот смотрите вот моя рука вот такой угол наклона здесь этого наклона вот так вот достаточно чтобы ребенок уснул и его голова под своим же весом вперед не свисала поэтому в дальней дороге здесь все хорошо не бывает точнее говоря нельзя делать больше наклон при движении вперед потому что мы нарушаем так всю вот эту технику безопасности будет уже паховая зона травмирована общем из допустимых максимальный уровень наклона вот этот вот тот самый наклон дальше уже если вы видите какое-то там не знаю какое-нибудь кресло что больше наклонено и едет ребенок вперед то это вряд ли будет соответствовать всем стандартам безопасности поэтому с наклоном здесь более чем хорошо вот реально это очень приличный наклон так что касается крепление самого кресла в автомобиль здесь используется только система изофикс здесь нет ремней и в автомобиль где нету изофикса вы его не поставите или в 99 процентов случаев на передние сиденья не поставите очень мало автомобилей где спереди изофикс вот поэтому имейте ввиду здесь исключительно крепление на изофикс снизу у нас естественно сам изофикс металлический мы его вынимаем пристегиваем также в кресле должно быть всегда две точки крепления нижняя и верхняя верхние верхние крепления здесь у нас секунду реализована с помощью якорного ремня якорный ремень он если это седан за подголовником если другой тип кузова где-нибудь металлическая скобка находится на сиденье обычно просто цепляем натягиваем прижимается получается кресло сверху и тем самым мы правильно устанавливаем кресло все давайте представим что я якорь застегнул вам все равно этого не видно смысла нет его ставить защелкнули на изофикс вот и собственно можно можно ехать все вот так вот прижали и все отлично в общем крепление здесь очень простое из-за изофикс он гибкий и в разных автомобилях изофикс расположен под разным углом поэтому он здесь и гибкий вы слегка его поставите в любую машину вот собственно по креслу по креплению мы с вами разобрались по уходу давайте по ткани поговорим ткань из испачкалась ее можно всю снять она очень легко снимается просто отковыриваем ее и потом также обратно засовываем стирать нужно не больше 30 градусов если вы превысите эту температуру и постирайте так то скорее всего ткань сядет и вы ее сюда не оденете это точно говорю уже у нас были такие случаи этот вопрос практически никак нельзя решить кроме покупки нового кресла просто так чехол найти где-то купить это только на вторичке какой кресло покупать и уже одевать сюда чехол но это не выгодно поэтому следите за этом стирайте при щадящейся быстрой стирки до 30 градусов и все будет хорошо в общем по большому счету по креслу все что хотела вам рассказать рассказал всю информацию донес мое мнение я не самый большой ценитель универсальных кресел 123 категориями ввиду вот я предпочитаю больше покупать отдельные группы потому что обычно универсальных кресла они уступают отдельным группам но время идет и компания ремер доказывает то что универсальные кресла могут практически не уступать отдельным категориям и вот advance fx вам явный такой вот пример этого поэтому данном случае тут можно смело рассматривать это кресло даже если не особо вы хотели бы универсальное что-то брать здесь все в порядке с безопасностью обычно они срастают недостаточным наклоном здесь наклоном тоже хорошо пространство здесь внутри более чем достаточно поэтому как вариант обязательно рассмотрите это кресло ссылку на него на мир автокресел я добавлю в описании там точно все можно посмотреть почитать вот но выбор естественно как всегда за вами и уверен что вы его сделаете правильный а я лишь хочу только пожелать вам взять реально правильный выбор купить безопасное качественное кресло для вашего ребенка и всего доброго до свидания